Каждый 20-й, попавший в аварию на дороге, погиб. Такова статистика по ДТП с начала года. Число зарегистрированных случаев на треть больше, чем за тот же период 2011-го. Головная боль у инспекторов Челнинской ГИБДД – мотоциклисты. В апреле один байкер разбился насмерть. Сейчас пострадавших в ДТП с их участием десятки. Накануне произошло еще одно. Поздний вечер. Перекресток проспектов Чулман и Вахитова. Водитель мотоцикла уже в БСМП. У него переломы основания черепа и лицевых костей. Место, где владелец ВАЗа 12-й модели сбил байкера, уже облепили зеваки. После того, как инспекторы ГИБДД изучили обстоятельства аварии, официально прозвучало следующее. Действительно, есть в вчерашнем ДТП нарушение со стороны водителя автомобиля. Он проверил знак требования уступить дорогу. Ну и заметить надо, что наряду с этим у мотоциклиста очень куча нарушений всевозможных. Ну это в первую очередь превышение скорости. То, что она на порядок была превышена. Есть еще как минимум две причины, по которым мотоцикл не должен был находиться на проезжей части. Транспорт не поставлен на учет, а у лихача нет прав на управление байком. Однако подобных гонщиков в городе довольно много. Во время пресс-конференции в ГИБДД начальник управления привел на беседу с журналистами одного из них. Катались без права, да? Нет, я не катался. Я купил мотоцикл, перегонял его к себе в гараж. Спокойно, потихоньку ехал. Без водительского удостоверения? Да. У меня было водительское удостоверение. Просто там, когда пришел срок менять права, мне бы ошибки в этом, в медсправке не указали, что у меня есть категория А. Теперь ему придется поменять водительское удостоверение, поставить мотоцикл на учет, но сначала отдать круглую сумму за штрафстоянку. Транспорт у Рустама забрали в прошлый четверг. Этот урок он обещал запомнить. Ну, ладно, пикаюсь. Наказать мотоциклиста за отсутствие прав, номеров или нарушение правил дорожного движения непросто. Техника скоростная. Догнать их практически невозможно. К тому же преследовать гонщика значит подвергать опасности и его самого, и остальных участников движения. Остается ловить лихачей у гаражей, стоянок и на светофорах. Егор Орлов, Михаил Матвеев. РНТВ. Набережные Челны.